Всего за два часа самарцы смогли погрузиться в страшные события трагедии 1986 года и прочувствовать на себе героизм главного персонажа картины Алексея Карпушина, которого сыграл Данила Козловский. Известный актер является также и режиссером фильма «Чернобыль». Этот фильм показался продуманным до деталей, настолько все до мелочей как-то было продумано в этой картине, вплоть до киевского торта и сервиза на столе у главных героев. Но с другой стороны, вот это переживание за героев, оно не давало полноценно смотреть картину. Предпоказ российской картины проходил в кинотеатре «Киномакс». Фильм «Чернобыль» на месяц раньше премьеры смогли увидеть более 300 самарцев. Для нас это, конечно, большая честь, что после пандемии, когда только-только начал оживать кинематограф и вообще кино, нас удостоили такой чести принимать такую прекрасную премьеру. Мы очень довольны. На предпремьерный показ режиссер и исполнитель главной роли кинокартины Данила Козловский приехал сам. Я самарчанка и была, конечно, поражена таким приглашением. Это очень приятно было прийти, пообщаться с любимым актером, который для тебя и герой, и кумир, и все на свете. Он оказался таким простым, добрым человеком и потрясающий, конечно, фильм снял, невероятно. Я думаю, что я буду еще не один день переживать все эти эмоции. После просмотра фильма Данил Козловский лично пообщался с самарцами прямо в кинозале и ответил на все вопросы любопытного зрителя. Со всеми материалами, когда я сталкивался, будь то документальные материалы, фильмы, художественная литература, передачи, доклады, личные встречи с ликвидаторами, которых было довольно много. И я для себя обнаруживал, что во всем этом меня поражает человек. С предпремьерным показом своей новой картины актер ездит по всей России, но признается, что Самар запомнится ему как один из самых гостеприимных и радушных городов. Ну и ну. Самара. Вот это да. Наталья Матвеева, Андрей Авдеев. Новости губернии. Новости губернии. Продолжение следует...